МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Как вы уже догадались, сегодня будем с вами готовить фитнес-салаты. Диетические фитнес-салаты, они как нельзя лучше подойдут для похудения и для очищения организма. Они позволяют улучшить пищеварение, обрести чувство сытости после приема пищи, получить необходимые для организма микроэлементы, витамины, также избавиться от лишних килограмм и токсинов. Ну что, готовим? Сразу скажу, что пропорции и количество овощей и фруктов в салатах вы можете регулировать под свой вкус и, собственно, количество порций. Если вы боитесь, что вы, употребляя много овощей или фруктов, можете перебрать с углеводами, я точно скажу, что с овощами углеводов вы не переберете. И если у вас будут низкогликемические фрукты, то тоже с углеводами будет порядок. Дело в том, что в этих продуктах находится очень много нерастворимой клетчатки, которая организмом не усваивается, а значит, считать ее в углеводы не нужно. Итак, первый салат. Первый салат, который мы с вами будем готовить, это салат щетка. Всем известный салат. Многие верят в то, что он помогает худеть, но на самом деле он больше помогает хорошо очищать организм, так как в его состав входит очень много корнеплодов. Это будет свекла, это будет морковь, это будет лук. И здесь находится очень жесткая, достаточно нерастворимая клетчатка, которая однозначно хорошо сработает для вашего кишечника. Поэтому, если вы страдаете запорами, однозначно салат метла или щетка точно вам поможет. Перекладываем все в салатник. Я, кстати, помню, лет 20 назад мы с моей лучшей подругой худели на щетке, только, правда, тогда популярен был суп-щетка. Вот в сыром виде в салате это, правда, вкусно, а вот в вареном, честно говоря, это отвратительно было на вкус, поэтому мое похудение как началось, так и закончилось. Хорошо, поехали дальше. Дальше мы натираем морковь. Натираем морковь. Скажу, что очень удобно, что все эти овощи и фрукты, в принципе, доступны круглый год, поэтому его можно кушать, этот салат, хоть каждый месяц, хоть каждый день, в любое время года. Еще добавлю, что в этом салате нет четко прописанного рецепта, то есть обязательно, чтобы это были корнеплоды. Вы можете добавить сюда редиску, редьку, дайкон, то есть насколько у вас хватит фантазии, какие вы овощи больше любите, те и добавляйте. Дальше отправляем яблоко в этот же салатик. А вот сельдерей лучше тонко-тонко нарезать. Кстати, посмотрите, только натерло яблоко, оно начало моментально темнеть. Это говорит о том, что в этом сорте очень много железа. Это, кстати, яблоко Голден. Ну что, нарезаем. Я не люблю много сельдерея, поэтому совсем немножко его нарежу. Только так, для вкуса. И следующий ингредиент, который точно стоит положить, это капуста. Я возьму четвертинку маленькой головки. Я переложила все в большую емкость, чтобы можно было удобно перемешать. Добавляю сюда зелень. Можно еще добавить лук, но, честно говоря, лук в этом салате я не очень люблю. И еще немного добавлю молотый лен. Все это заправляем оливковым маслом. Солим, перчим по вкусу и перемешиваем. А еще лучше добавить льняного масла. В нем будет гораздо больше омеги-3. И все хорошенечко перемешиваем. Очень красивый салат. Он такой цветной, яркий, прям по-летнему. Вот и все. Буквально за 5 минут салат-щетка готов. Вкусно, полезно, сытно. Делаем следующий. Для следующего салата нам понадобится сырое яблоко, сырая морковь, отварная свекла, орехи, чернослив и греческий йогурт. Яблоко и все остальные овощи натираем на терке. Первым слоем выкладываем яблоко. Весь салат выкладывается слоями. В отдельной емкости нужно смешать йогурт и соль. Немножко добавляем соли. И хорошенечко все перемешиваем. Теперь поверх яблока выкладываем тоненьким слоем йогурт. И выкладываем морковь поверх яблок. И тоже смазываем этот слой йогуртом. Дальше мелко нарезаем чернослив. Кстати, этот салат имеет много ингредиентов, которые достаточно хорошо слабят. Поэтому тоже хороший вариант запустить работу кишечника. Он тоже поможет. И выкладываем чернослив поверх моркови. Каких-то любимых ингредиентов можете положить больше. Натираем свеклу. И выкладываем ее поверх чернослива. Можно, конечно, все это выложить в форму специальную для салатов. Это будет более красиво, но я уже решила сделать просто быстро. Дальше. Сверху посыпаем мелкорезанными орехами и можно еще немножечко добавить чернослив. Готовится очень быстро. На самом деле это очень вкусный салат. Я вам скажу, что для кишечника просто отличный помощник. Ну и если вы хотите следить за своим весом, это будет прекрасным дополнением к вашему ужину. В следующий салат, кстати, можно его отнести к моим любимым. Войдет всего-навсего 4 ингредиента. Помидоры, красный лук, брынза и оливковое масло. Готовим. Итак, самое первое это нарезаем лук полукольцами. Тоненько. Выкладываем лук первым слоем на тарелку. Теперь нарезаем помидоры кубиками. И вторым слоем выкладываем помидорки. Нарезаем брынзу кубиками. И выкладываем ее последним верхним слоем на помидоры. Можно немножечко присолить. Прям совсем чуть-чуть. И заправить оливковым маслом. Все, салат готов. Вкусно, легко и диетично. Прямо.